И до Иисуса, и, 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 до, и. И снова у нас сегодня праздник, называется Крещение Господнее и Богоявление. Да, как же правильно? Крещение Господнее или Богоявление? Это два разных праздника или это один праздник? Да, я сегодня в Беленьком, потому что праздник-то у нас божественный. Чтобы разобраться, как правильно крещение Господнее или Богоявление, нам нужно просто посмотреть, что же происходило на этот праздник. События эти описываются тремя евангелистами, всего было четыре. Короче, Иисус ещё был в безвестности, да, ему было 30 лет. Он просто пока ещё искал себя. А вот некий Иоанн Предтеча, да, вот здесь у меня будет ссылочка, есть отдельное видео про Иоанна Предтечу, Иоанна Крестителя. Вот он уже вовсю проповедовал, но в такой манере, то, что будет вот так, но не я пророк, а вот придёт тот, кому я недостоин завязать сандалию. Да, это как раз цитаты из Библии. Недостоин завязать сандалию. Он предвидит появление Иисуса Христа, но пока это явление не случилось, он уже собирает своих каких-то последователей, начинает их крестить. И до Иисуса Христа доходит весть, то, что есть некий отшельник в пустыне, который проповедует, который крестит. И Иисус сам к нему приходит, чтобы тот его покрестил. Тот его крестит в священных водах реки Иордан. И отсюда как раз у Иоанна Предтечи появляется вот этот второй никнейм Креститель. Иоанн Креститель. И вот в тот момент, когда происходит это священное крещение Иисуса Христа в священных водах Иордан, из развершихся небес, он слышит глаз Господа. Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. И видит сходящего на Христа Святого Духа в виде голубя. Поэтому мы празднуем крещение Господне и Богоявление. Это, по сути, два разных события, которые происходят одно за другим. Они неразрывно связаны. И оба события очень важны. Поэтому вот эта дуальность этого праздника, она всегда была такой сложной задачей. Чё, древним иконописцем, художником потом. Поэтому по иконографии у нас, опять же, есть обязательные персонажи. Это Иисус. Он изображается в реке Иордан. То есть он должен стоять в водах. И он креститель, собственно. Обязательно должен сходить голубь. Его обычно изображают над головой у Иисуса. И зачастую это будет сопровождаться таким свечением с неба. Иногда ещё будет указываться такой перст Божий или длань. Дополнительные персонажи. Также часто будут изображать ангелов. Куда без них нередко будет ещё изображаться старец. Он будет либо рядом с рекой Иордан, либо тоже в реке самой. Этот старец, он само олицетворение вот этой древней реки Иордан. Загадочный такой старец. Но это аллегория. В иконографии очень любят такие аллегории. И ещё иногда будут изображаться люди, которые ждут своей очереди, чтобы Иоанн Креститель их тоже покрестил. Но это совсем необязательные персонажи. И они даже редкие. Вот такая простая иконография. И очень узнаваемо. Люблю такое. Поэтому я вас поздравляю с этими праздниками. На этом празднике у нас, кстати, заканчиваются святки. Здесь у меня как раз предыдущее было видео про святки. Всё, не гадаем, не гадаем больше. Сезон окончен. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.